Так святейший патриарх Иосиф о том к твоему величеству советное за свою печатью письмо прислал, чтобы тебе пожаловать вычесть и любительно ответ учинить. В письме патриарх писал «Прими, государь-королевич Вальдемар Христианусович, сие писание и прочти, уразумей любительно и, уразумев, не упрямся. Государь-царь ищет тебе и хочет всего добра ныне и в будущий век. Своей упрямкою доброго, великого, любительного и присвоенного дела с его царским величеством не порушь, но совершенно учини во всем волю его, по Боге послушай, не от Бога тебя он отгоняет, но совершенно Богу присвояет. Да и отец твой, христианус-король, показал совет свой к его царскому величеству и присвоиться захотел, тебя, любимого сына своего, его царскому величеству отпустил, чтобы тебе жениться на его дочери, и с послами своими приказывал, что отпустил тебя на всю волю его царского величества. Так тебе надо б на его царского величества послушать, да будешь в православной христовой вере вместе с нами. Мы знаем, что вы называетесь христианами, но не во всем веру христову прямо держите, и во многих статьях разделяетесь от нас. И тебе бы, государь-королевич, принять святое крещение в три погружения, а о том сомнение не держать, что ты уже крещен, Несовершенно вашей веры крещение требует истинного исполнения, таким образом и будет едино крещение во святую соборную апостольскую церковь, а не второе, и у нас второго крещения нет, и прочее. Королевич отвечал на другой день следующим письмом. Так как нам известно, что вы у его царского величества много можете сделать, то бьем вам челом. Попросите государя, чтобы отпустил меня и господ послов назад в Данию, с такой же честью, как и принял. Вы нас обвиняете в упрямстве, но постоянство нашего в прямой вере христианской нельзя называть упрямством. В делах, которые относятся к душевному спасению, надобно больше слушаться Бога, чем людей. Мы хотим отдать на суд христианских государей. Можно ли нас называть упрямым? Как видно, у вас перемена веры считается делом маловажным, когда вы требуете от меня этой перемены для удовольствия царскому величеству. Но у нас такое дело чрезвычайно великим почитается, и таких людей, которые для временных благ и чести, для удовольствия людского, веру свою переменяют, бездельниками и изменниками почитают. Подумайте о том, если мы будем Богу своему неверны, то как же нам быть верными его царскому величеству? Нам от отца нашего наказа нет, чтобы спорить о мирском или духовном деле. Царское величество нас обнадежил, что нам, нашим людям и слугам, никакой неволи в вере не будет. Мы хотим вести себя перед царским величеством, как сын перед отцом. Хотим исполнять его волю во всем, что Богу негневно, нашему отцу недосадно, нашей совести непротивно, и ничего так не желаем, как приведение к концу брачного договора. Но для этого никогда не отступим от своей веры. Вы приказываете нам с вами соединиться. И если мы видим в этом грех, то вы, смиренный патриарх, со всем освященным собором грех этот на себя возьмете. Отвечаем. Всякие свои грехи сам несет. Если же вы убеждены, что по своему смирению и святительству можете брать на себя чужие грехи, то сделайте милость, возьмите на себя грехи царевны Ирины Михайловны и позвольте ей вступить с нами в брак. Весь апрель прошел увещаниях. По датским известиям бояре говорили королевичу. Быть может, он думает, что царевна Ирина не хороша лицом, так был бы покоен, будет доволен ее красотою. Также пусть не думает, что царевна Ирина, подобно другим женщинам московским, любит напиваться допьяно. Она девица умная и скромная. Во всю жизнь свою ни разу не была пьяна. 7 мая послы требовали решительно отпуска и назначили день, в который они хотят быть у руки царской на прощание. Требовали, чтобы и королевич был отпущен вместе с ними. Государь отвечал, что такое требование написано не пригоже, как бы с указом. Так полномочным послам к великим государям писать не годится. Что же касается до королевича, то они сами, послы, по королевскому приказу подвели его к нему, государю, и отдали его во всю его государскую волю, и потому отпуску ему с ними не будет. А как время дойдет, то государь велит отпустить королю-христиану послов его одних. Ответ оканчивается так. А что станете делать мимо нашего государского веленья своим упрямством, и какое вам в том бесчестие или дурно сделается, и то вам и вашим людям будет от себя, а без отпуску послы не ездят. 9 мая в третьем часу ночи со двора королевича вышло человек пятнадцать его людей, пеших, подошли к стрелецкому сотнику, стоявшему на карауле, и начали просить, чтобы он отпустил с ними стрельцов, а они идут за Белый город, за Тверские ворота. Сотник послал сказать об этом голове. Голова отказал, и тогда немцы начали стрельцов колоть шпагами, и многих переранили. Того же числа к стрельцам, стоявшим на карауле у Тверских ворот, подъехали на лошадях и пришли пешком немцы, человек с тридцать, хотели силою проломиться ворота, караульные не пускали их. Тогда немцы стали в них стрелять из пистолетов, шпагами колоть и ворота ломать. На крик караульных прибежали другие стрельцы и заставили немцев бежать от ворот. Один из немцев был взят в плен, но когда стрельцы привели его в Кремль и поравнялись с собором Николы Гостунского, то от королевичего двора прибежали пешие немцы и начали стрельцов колоть шпагами, одного убили до смерти, шесть человек ранили и немца у них отбили. Одиннадцатого числа был у королевича Петр Марселис и говорил, «Вчерашнюю ночь учинилось дурное дело. Жаль, потому что от такого дела добра не бывает». Королевич отвечал, «Мне всех людей не в узде держать, а скучают они от того, что здесь без пути живут. Я был бы рад, чтобы им всем и мне шеи переломали». «Марселис, вам бы подождать и лихо никакого не мыслить, которые люди на дурное наговаривают, тех бы не слушать, а кто так сделал, сделал дурно». «Королевич, хорошо тебе разговаривать. Ты дома живешь. У тебя так сердце не болит, как у меня. Хотят послов отпустить, а меня царское величество отпустить не хочет». «Когда Марселис уходил от Вальдемара, то встретил его чашник королевичев, отвел в сад и сказал, «Слышал ли ты, какое несчастье вчерашнюю ночь сделалось? Хотел королевич из Москвы уехать сам и у Тверских ворот был. А знали про это дело только я, да комнатный дворянин. Послы про то не знали». Королевич взял с собою запоны дорогие, да золотых, сколько ему было надобно. В Тверские ворота их не пропустили. Хотели они от Тверских ворот воротиться назад и пытаться в другие ворота. Но стрельцы королевича и дворянина поймали. У королевича шпагу оторвали, били его палками и держали лошадь за узду. Тогда королевич вынул нож, узду отрезал и от стрельцов ушел, потому что лошадь под ним была ученая, слушается его и без узды. Приехавший на двор, королевич сказал мне, что мысль не удалась. Комнатного его дворянина стрельцы ухватили, но он не хочет его выдать. Сказавший это, королевич взял шпагу до скороходов человек с десять, выбежал из двора и, увидав, что стрельцы ведут дворянина, бросился на них, убил того стрельца, который вел дворянина и, выручив последнего, возвратился домой. Марселис, выслушавший чашника, пошел опять к королевичу и начал ему говорить, что он это сделал не гораздо. Если бы ему удалось уйти из Москвы, то он, Марселис, погиб бы от царской опалы, стали бы подозревать, что он знал о побеге. Королевич отвечал, большой был бы я дурак, если бы об этом деле сказал тебе или другому кому, кроме тех, кого с собой взял. Марселис, что-то подумает царское величество, когда узнает, что вы такое дело дерзостно учинили. Королевич, я царскому величеству приказывал, что хочу это сделать, и кто меня станет держать и не пропускать, того убью. И вперед буду о том думать, как бы из Москвы уйти. А если мне это не удастся, то есть у меня иная статья. Из последних слов Марселис заключил, что не хочет ли королевич над собою чего-нибудь сделать, не опился бы смертоносным зельем. И слыша про такое дело, Марселис не смел царскому величеству не известить, чтоб вперед от него в гневе не быть. 12 числа сам королевич объявил боярину князю Сицкому, что он хотел уехать за Тверские ворота и убил стрельца. Царь, услыхавший об этом признании, послал сказать послам королевским, что и простым людям такого дела делать не годится, и слышать про него не пригоже, а ему, царю, слышать про это стыдно, и королю-христиану такое дело нечестно. Послы отвечали, что у них с королевичем было улажено ехать из Москвы явно днем, всем вместе, и если бы что случилось, то не от них, а от напрасного задержания. Если же королевич поехал один, ночью, тайком, то им до него дела нет. 13 мая королевич прислал царю новую просьбу об отпуске, клянясь, что никогда не переменит веры, и, следовательно, жить ему больше незачем. Царь отвечал ему выговором, что он, Вальдемар, за такую его любовь и ласку отплатил таким непригожим делом, о котором скоро будет толк у бояр с послами королевскими. Королевич отвечал, что вина этого дела на тех, которые без всякой причины насильство чинят, и повторял просьбу об отпуске. Призвали послов королевских и требовали, чтобы они вместе с королевичем дали письмо за своими руками и печатями и целовали крест, что дело о браке королевича с обеих сторон полагается на суд божий, и вперед царю с королем быть в крепкой братской дружбе и любви, и в ссылке навеки неподвижно, после чего королевич и послы будут отпущены в Данию. Вечным уже докончанию быть по договору царя Иоанна с королем Фридрихом. Послы отвечали, если главное дело свадьбы королевича стало, то нам никакого другого дела делать и закреплять мимо королевского наказа нельзя, хотя бы нам пришлось и десять лет еще прожить в Москве. После этого на несколько просьб об отпуске дан был ответ, что нельзя отпустить без обсылки с королем-христианом. И когда король отпишет, то мы, великий государь, выразумев из его грамоты, с вами и делать станем, как о том время покажет. Королевич писал, что соседние государи, польские и шведские, принимают участие в его беде, не будут равнодушно смотреть на его плен. Ему отвечали, мы, великий государь, над вами с приезда до сих пор ведем честь государственную большую, и вам не пригоже было писать, будто вы в плену находитесь. Мы отпускать вас никогда не обещались, потому что отец ваш прислал вас к нам во всем в нашу государскую волю, и вам, не соверша великоначатого дела, как ехать. Прошел май, июнь. Половина июля в бесполезных просьбах королевича и послов об отпуске. В бесполезных ежедневных увещаниях королевичу креститься в православную христианскую веру. В бесполезных спорах о вере придворного проповедника королевича с русскими и греческими духовными. 19 июля Вяземский воевода князь Пронский прислал в Москву священника Григория из села Большого Покровского. Священник этот объявил следующее. 15 июля приехал из-за рубежа в село Большего сын его с двумя беглыми людьми – Тропом и Белоусом. Эти Троп и Белоус сказали ему, попу Григорию, что были они в Смоленске и сведали про государево дело. Пришли из Москвы от королевича датского смоленин Андрей Босицкий или Басистой, сам друг с Михайлом Ивановым, и принесли грамоты. Басистов по дружбе прочитал грамоты им, Тропу и Белоусу. В грамотах писано к воеводе Смоленскому о том, можно ли Андрею Басистову верить, что он датского королевича из Москвы проведет в Литовскую землю проселочными дорогами. При них, Тропе и Белоусе, в Смоленске допрашивали мещан лучших людей. Мещане воеводе сказали и сказку про Басистова за руками дали, что ему верить можно. И Смоленский воеводы писал датскому королевичу в Москву, чтобы он Басистову верил. Получившие это известие от Вяземского воеводы, в Москве велели попу Григорию опознавать Андрея Басистова тайным образом, а для того, чтобы Басистов не узнал попа, последнему убавили бороды и выстригли усы с обеих сторон. 31 июля поп Григорий поймал Басистова и привел в посольский приказ. Государь велел тотчас же боярину Федору Ивановичу Шереметьеву и думному дьяку Львову Басистова расспрашивать и пытать, и научные ставки с попом Григорием, с Тропом и Белоусом ставить, чтобы про такое великое воровское дело сыскать допряма. На житном дворе Басистова расспрашивали и пытали. Родом сказался он из Вильны, служил казачью службу, а теперь живет в Смоленске и торгует с мещанами. Приехал в Москву для своей бедности с табаком, а не для того, чтобы королевича вывезти. Хотел он вывезти ловчего королевича, который посулил ему за это 50 рублей, но солгал, денег не дал, а про королевича он ни от кого и слова не слыхал, и в уме у него того не было. В том его поклепали напрасно. Дали ему две встряски жестокие и пять ударов. Повинился. Хотел вывезти королевича из Москвы в Смоленск вместе с смольнинином Максимом Власовым, который приехал в Москву уже давно и торгует табаком. Уговаривался он вывезти королевича с ловчим, сулил ему за это ловчий сто рублей. Самого же королевича он никогда не видал. Ждал он королевича недели с три и больше, и ловчий ему отказал, что королевичу выехать из города нельзя. Про табак Басистов сказал, что привез в Москву восемь пудов табаку. Пуд продал товарищам своим, двоим братьям-смольнянам. Взял пять рублей. А стоят они теперь на поле с версту или с две от Москвы. Два пуда табаку у него украли, а пять пудов спрятал на ходынке в лесу, закопал в землю. Сейчас же отправили стрельцов схватить Литву с табаком, и стрельцы привели пять человек. Смольнинина Максима Власова, товарища Басистова, и четверых Драгобужан. Прятались они с табаком в гумнах против бутырок, в деревне князя Репнина. Власов с пытки сказал, что слышал от Басистова о выводе королевича из Москвы, но сам в той думе не был. Репнина Максима Власова, товарищ Драгобужан. Репнина Максима Власова, товарищ Драгобужан. Репнина Максима Власова, товарищ Драгобужан.